Мы сегодня с совершенно неприличной аудиторией, здесь вы еще не были. И могу даже сказать больше, что эта аудитория в дальнейшем для вебинаров растет, но станет постоянно. Пока она еще пустая и не до конца обжитая, даже совсем не обжитая, но мы решили, что начнем ее использовать в этом году, чтобы у нас было постоянство, и вы бы знали, откуда вещает наш телеканал, а видеосигнал. Но ближе к теме сегодняшнего вебинара, сегодня интересная тема, совсем не подходит к той земле, которая за окном, но руководство с принципами готовится аналитом самое то. Мы сегодня с вами рассмотрим плода и овощеводство, перспективы развития в Оренбургской области, а также создание малого бизнеса в этой сфере. Тема обширная, интересная, и нам с удовольствием расскажет Михаил Иванович Машенков, предатель наук и большой специалист плода и овощеводства. Ему я с удовольствием повторю слово. Здравствуйте, уважаемые ребята, слушатели интернет-лекции. Я вкратце расскажу вам о возможностях, которые могут вам представиться, в случае, если вы заинтересуетесь в вращении плодов и овощей. Дело в том, что в настоящее время в Российской Федерации выращивается где-то порядка 700 тысяч гектаров овощных культур, где-то около 600 тысяч гектаров плодов. Но большая часть из того, что выращивается, это все же является частный сектор, то есть как раз те жители сельских районов, может быть, даже тачники и огородники, садоводы, которые, в общем-то, и обеспечивают нашу национальную безопасность в области овощей и плодов. Но если взять так, в процентном соотношении, то, допустим, 70% овощей и плодов в настоящее время выращивается это в частном секторе. Но если говорить конкретно, то в нашей области овощными культурами занято около 2 тысяч гектаров. И плодовые по Российской Федерации где-то порядка около 600 тысяч гектаров. И в процентном отношении обеспечения, допустим, овощами и плодами, можно сказать так, что плодами мы обеспечены и ягодами где-то на 18% в настоящее время Россия. Остальная часть, в общем-то, поступает из-за границы. То есть, в общем-то, такая ситуация у нас в целом, конечно, по сельскому хозяйству. Но с овощами несколько лучше. Здесь с овощами мы, в общем-то, закрываем процентов, наверное, на 50-60 по разным регионам потребностей. Остальное, в общем-то, заводится за границей, тем более те республики, которые раньше были, в общем-то, входили в состав Советского Союза, они в настоящее время стали самостоятельными государствами. И у них большей частью условий для возделания плодов и овощей гораздо лучше. И, допустим, какие у нас раньше регионы были, они обеспечили, как говорится, плодами овощами. Это Приднестровье, Приднестровская республика, Молдавия. Это также Крым, Украина и Республики Средней Азии. Но надо сказать, что в целом по России тоже, по Российской Федерации, есть районы благоприятные для выращивания плодов и овощей. Мы по овощам вообще здесь, в общем-то, проблемы нет. Можно и на севере выращивать овощные крупы, в зависимости от их биологических особенностей, технологий. А плодовые, конечно, надо подбирать те культуры, которые подходят по агроклиматическим требованиям. То есть есть культуры, которые выдерживают морозы, аристокитальный климат юго-востока, вот Альбургская область. А есть, которые, в общем-то, способны выращивать только с использованием специальной технологии. Ну, какие культуры у нас вот можно среди плодовых, в общем-то, без проблем выращивать. Это, конечно же, земляник. Ну, вот здесь вот на картиночке вы видите, значит, видно, каким образом, значит, нужно выращивать. Вот видите, какая великолепная земляника. Вот, но тоннельный способ выращивания, теплицы плёночные, они, в общем-то, надо сказать, это самый эффективный способ выращивания. Вот, но я в этом году, вот, был в Мечуниске, там, они предлагают, там, в Востоке области, они предлагают на безвирусной основе обеспечить посадочным материалом необходимое количество площади, которое, в общем-то, вам необходимо. Но, если говорить о стоимости, вот, одном гектаре, с учётом посадочного материала и то, что нужно там укрывать, это всё, где-то около 1 миллиона рублей требуется. Вот, ну, конечно, это не каждый житель села она может позволить себе такое удовольствие. Поэтому здесь необходимо кооперироваться, может быть, какой-то помощь государству, если оно в этом деле поможет. Но, если плодовые взять, то то же самое. 1 гектар плодовых стоит 1 миллион. Сколько реальной помощи выделяет? Министерство сельское хозяйство Российской Федерации для привоздела неплодовых выделяет 3 тысячи рублей. Ну, вот я был на свещании, что там будет не 3 тысячи рублей на 1 гектар. Но, если учесть, что 1 миллион стоит 1 гектар плодов, то вы сами понимаете, насколько мала это, конечно, помощь. Поэтому нужно изискать внутренние резервы. То есть, необходим, конечно, частный капитал. Вот. Ну, как у нас Митерин тот же говорит, необходимо идти в банки, в вечерные комнаты, доказывать эффективность. Ну, я думаю, что при тех процентах, которые в настоящее время выделяются судами в банках, в сельское хозяйство, оно, конечно, не в состоянии выжить. Другой вариант, конечно, если бы процент был такой нормальный. Ну, почему так дорого все-таки с плодовыми культурами? Потому что необходимо вырастить посадочный материал. Ну, сами понимаете, что, допустим, 1 гектар землиники, вот на метр квадратный мы 12 растений выставим. Вот 12 растений на 10 тысяч уже получается, значит, там 120 тысяч растений. Соответственно, и цена, поэтому, дорогая. Поэтому это еще надо высадить, это еще надо, в общем-то, накрыть, сохранить в зиму. Потом это, в общем-то, как веки-теблицы, за ней надо ухаживать, нужно поливать, нужно собирать и так далее. По плодовым тоже такая же история. Необходимо вырастить подвойный материал, получить привой, привить, вырастить этот материал. В общем-то, в настоящее время технология предусматривает трехлетние врачи. Но там некоторые гуансы есть. Для того, чтобы получить более ранний врач, требуется специальный подвой. И, соответственно, окулировка, высокая окулировка, она позволяет получить более ранний формирование урожая. Ну, обычно так, плодовые у нас начинают на 5-6 год, начинают давать урожае, допустим, там яблони или груши. Но если мы на полукарликах или карликах подвой, можно уже на 2-3 год начинать плодоносить. В Белгородской области, допустим, Воронежской, Тамбовской, у них есть хозяйство, которое сами выращивают посадочный материал. Вот есть хозяйство такое короче. В Белгородской области в этом году там как раз и был. Там 1200 гектаров плодовых культур. Но это частное, как бы, такое вот он, частное предприятие. Там, в общем-то, они рассчитывают только на свои силы. Там еще есть и у них птицы-фабрика, то есть, в общем-то, переработка, хранение плодов, получение сока. Натуральные соки у нас, в общем-то, производят очень небольшое количество хозяйств по Российской Федерации. Ну, главным образом, это с утра на черноземной полосе и на юге, в Краснодарском крае, Ставраколь. Вот. Ну, если посмотреть в этом магазине, какие у нас там, в основном, рекламируют. Сады Притония. И, допустим, Лебедианский их комбинат, он производит эти соки. Но на самом деле, Лебедианский комбинат, это индийская компания, они, в основном, работают на синтетических материалах. Натурального там очень мало. Получается, что сок, он, в общем-то, там консерванты, продукты, которые, в общем-то, не дотягивают до натуральности. Ну, так же, как молоко. У нас, если оно, в целом, по области натурально, то в других регионах, которые ближе к центру, там делают на... Ну, которые не имеют... Мало отношений к шелкноводству, а называется, в общем-то, молочный продукт. А пользы от него, конечно, мало. Поэтому, необходимо, конечно, выращивать плодовые овощные, желательно, в своих регионах, чтобы, в общем-то, польза от них была, все было под контролем. Ну, у нас такие хозяйства, вот, крупные, которые занимаются овощеводством, плодоводством в области, это можно сказать, вот, назвать, агроферма промышленная, допустим, вот они занимают, там 300 гектаров овощной гульки культур, агроферма Ивелка тоже самая, такая же площадь. Ну, кроме того, есть по районам у нас где-то по 50-100 гектаров, вот, практически, почти в каждом районе, но только на Востоке, там, вот, проблемы с водой, конечно, а так, в целом, по району, вот, набирается. Ну, есть еще фермеры, занимаются выращиванием картофеля и овощей, вот, кроме того, предприниматели, вот, здесь вот, в Оренбургском районе, где-то около 20 предпринимателей занимаются, как раз, вот, картофелем и овощами. Ну, а плодоводством, у нас есть станция садоводства, которая, вот, уже не один десяток лет занимается врачами посадочного материала и наукой, селекцией и так далее. Кроме того, есть плодопитомники по различным регионам, вот, которые обеспечивают потребности населения в посадочном материале. Ну, надо сказать, что цены на посадочный материал, они довольно дорогие, особенно закрытые корневые системы. Один саженец стоит, допустим, там, 150-10 рублей. А вот, осенью уже иногда доходит, там, 400-500 рублей. Поэтому необходимо самим осваивать технологию врачебных посадочных материалов, потому что растения, они дают посадочный материал. Ну, допустим, если мы возьмем земляника, то она в процессе роста развивает боковые подельки, так называемые усы, их можно, в общем-то, отделять, ухренять, вот, и далее, вот, высаживать, и, имея, допустим, маточник небольшой, в дальнейшем можно его размножить, там, до гектара, до двух, до трех. Ну, вначале, конечно, необходимо закупать посадочный материал. Ну, вот здесь вот есть разные эти картиночки, которые показывают в последовательной стадии выращивания в землянике, в манерах, того, как она начинает плотносить. Кроме того, вот по яблоням, допустим, тоже какие можно методы размножения, но о них сказать. Это, прежде всего, конечно же, использовать сибирскую яблоню, допустим, или яблоню, ну, каких-то ранетки, допустим, вот, семена из них выделять, выделять сок, семена выделять, потом посевать их под осень, они проходят спортиликацию в зимний период, и весной они дают прекрасный всход. Вот это у вас, может быть, ритомник, который служит для получения подвоев. Подвоев. Ну, то есть, они семенные, подвои получатся. Выдать, тем образом, вот на гектар нужно вырастить где-то 400 саженцев подвоев, которые в дальнейшем вы можете прилить. То есть, тот сорт, который вам нужен, допустим, вот яблоню, допустим, вот в наших условиях очень хороший, хороший зимний сорт, это Антоновская обыкновенная, допустим, или же вот Северный Сенат, они хорошие сорта не только для нашей области, но и в целом по Российской Федерации. Но есть и другие сорта, которые для цедранной черноземной полосы, они как бы там подходят, но у нас они не ведут всего того, что у нас более жесткие древние. Есть и осенние сорта, допустим, такой сорт, как Спартан, есть зимний сорт Спартан, можно использовать также Солнцедары на леднии, или Южская Черненка, и вот таким образом вы можете посадить несколько деревьев, вам понравится, вы можете их далее размножать. Смородину можно размножать. То есть смородина, культура вообще уникальная, она в том плане, что буквально можно веточки просто в воду поставить, и она досконнее, и потом вы можете использовать посадочный материал. Ну, таким же образом размножаются и все другие плодовые культуры, то есть принцип здесь один. В нашей области можно выращивать вот на ряду с ягодными культурами, там земляника, там смородина, вот, эргоарония, черноплодная рябина, ну, красный рябин, вот, шиповник, допустим, да, садовый плачат, вот. Можно еще назвать также ряд других культур, которые, в общем-то, произрастают у нас на Дальнем Востоке, вот они у нас на гусеморале манджурской, там, леутерку, по семи лекарствам растения. А также плодовые культуры, яблони, груши, там, сливы, абрикосы, вот, сейчас неплохо стали осваивать у нас, у многих любителей, вот, там, в Подорском, в Латруйском, и очень хорошие формы выделены, абрикосы, которые, в общем-то, могут произрастать и в условиях более суровых винтов, допустим, там, вот, под Ководоком, там, или на Северной Босковской области. Поэтому, необходимо расширять, вот, вот, как бы, ассортимент. Но, есть любители, которые занимаются вращением и вообще, редких каких-то культур, ну, я знаю, давно вращением занимают, грецкий орех, допустим, оно у нас, конечно, подмерзает, обычно, он вымерзает, если его, там, орехами посадить, он до уровня снега, его надо постоянно окучивать, окакивать и так далее. Поэтому, необходима технология, в общем-то, селекция, на то, чтобы получить формы, которые были более хладостойкие, но пока таких вот сортов еще нет. Есть отдаленный гибрид, допустим, яблони, груши, но у нас обычно, так говорят, грушовка, да, грушовка есть сорт яблони, который, в общем-то, лейтен сорт яблони, но он не является, как по-настоящему, грушей, просто у него некоторый, такой вот аромат грушевый, но он не является гибридом яблони-груши, в общем-то, обычное яблони. Есть, правда, формы, которые гибрид яблони-груши, но они сейчас выделены, но они не представляют пока практического значения, чаще всего все еггцы сорт. Но ценность груши, то, что она практически каждый год дает урожай, а яблони периодически плановятся. И вот нужно селекционным путем добиться того, чтобы сохранить это свойство ежегодного отношения, пусть это будут яблони, но при этом ежегодно плодоносящие. Ну или гибрид яблони или айвы, то же самое. Но здесь можно формировать плоды, которые, в общем-то, будут крупные, некоторый аромат появляется, айвовый, и не требуется разрежение. Ежегодно плодоносит, вот тоже ценное свойство такое. Яблони не перегружается, она меньше подмерзает, безусловно. Но вообще, надо сказать, что яблони подмерзают. Причина подмерзания является, главным образом, неправильная агротехника, неправильный подбор сортов. Допустим, под яблони нужно очень осторожно относиться с озобными удобрениями, или подкормки, которые содержат большое количество органики, способствуют индексирному росту. В основном, предпочтение следует отдавать фосфорно-калильным и органическим удобрениям, но при этом с ограничением количества азота. Азот, он снижает холодостойкость, морозостойкость растений. Также следует формировать такой семьяноний. Ну, если слишком высокая крома, тогда, значит, нужно семенной подводить подбирать, соответственно, холодостойкие формы подводить. Сибирская яблони лежит, атомовка обыкновенная. Если стерящиеся формы яблони, то здесь можно, в принципе, и яблони домашние использовать, любые сорта, но при этом стараться крону ближе к земле. Но проблема с яблони возникает главным образом зимой. На разветвлениях скелетных ветвей наблюдается солнечные ожоги. Они вызваны тем, что южная сторона от солнца нагревается, а северная, в общем-то, нахлажденная. И происходит единственное расширение. А в местах ленинного расширения образуется растрескание. Происходит растрескание коры. И далее весной наблюдается формирование грибка, который приводит к развитию рака. Яблони, вот он, рак приводит к гибели сада. Поэтому необходимо обязательно белить еще с осени стволы, некоторые белят весной. яблони, но это уже как бы, оно тоже важно. В общем-то, предпочтение следует отдавать осенней обработке садов, то есть побел из стволов. И тогда белая краска, она не позволяет интенсивно нагреваться, корей, ленинное расширение происходит. И таким образом мы защищаем яблони вот так. Значит, преждевременного как бы деления. Вообще, надо сказать, что семенные яблони, если бы можно было их заставить плодоносить быстро, они могут жить по 200, по 300, некоторые даже звуки есть, по 600 лет. Те же подвойные яблони, сады, которые мы прививаем, они, как правило, живут 25 лет. Ну, а сейчас в промышленном как бы садоводстве идет процесс предпочтения предпочтения полукарликового подвоя. Но у нас полукарликовый подвой станция садоводства пускает, они отселектировали порядка где-то пяти таких подвоев есть Урал-1, Урал-2, Урал-3, 4, 5, которые используются как раз для получения подвоев интенсивного, ну, такие интенсивные подвои. Их размножают каким образом? Их обрезают их обрезают или осенью, или весной, но окучивают и они к осени уже формируют мочку кормения. Потом получается, что где вот окученное место, там их просто начинают разокучивать и там получается несколько, что 5-6-15 может быть от одного растения получают этих подвойных. Они чем цены вот именно клоновые подвои получаются, потому что они потомство одного родителя, они цены тем, что они очень выровнены. Если мы семейные покой, когда начинаем их высаживать, они достигают одно растение может быть 5 метров, другое может быть 7 метров, некоторые может быть и больше. И следствие шаг наклона может разная. Неоднородные получается. Витать получается одно, раньше начинать формировать, другое позже урожай. поэтому клоновый подвой предпочтительный. Если вам нужен такой подвой, то у нас питомник можно закупить и далее его размножить в теплице или в открытом роте и таким образом получать необходимое количество посадочного материала. Здесь показана технология выращивания земляники. пленкой накрыта прорези посажены растения в эти прорези там капельницы и по капельницам подается трубочка которая значит у нас трубочка значит вот эта вот видите она позволяет подавать и питательный раствор и воду в зависимости от того режима который мы выбираем. Но ценность вот этой технологии она ранее формирование урожая позволяет интенсивнее идет налив ягод но это может касаться не только ягодных культур но и яблони и груши то есть в основном современные сады они все сейчас капельно ворошины потому что вода этот продукт очень с каждым додом становится дорогой и вот необходимо ее использовать рационально поэтому вот на это обратите внимание ну вот показано укрытие земляники видите соломой накрывает это в зимний период чтобы она не померзла вот ее накрывает соломой но при этом необходимо иметь ввиду что мыши конечно привлекает вот эта солома необходимо отравленные при маске расклад иначе можно вместе с соломой поедать вот эти рожки плодовые земляники вот укрытый уже земляник на зиму соломой чтобы она не умерзала потому что сейчас вот эти зимы они становятся бессниженными и это в общем-то необходимо учитывать но по мере роста земляники вот появляются разные болезни вредителей ну здесь вот показано клеечный земляничный допустим он объедает там эти рожки в итоге растение болеет он переносит вирусы вот поэтому необходимо здоровый посадочный материал но здесь далее вот у нас овощные культуры вот гибрид голландский гибрид но у нас есть подобный гибрид колобок вот он селекция ТСХ вот эти семена можно приобрести и через интернет магазин фирма гавриш распространяет а также в городе Оренбурге или в городах Орске там Новотройске есть фирма ну чиполин филиалы они вот либо российские семена обеспечивают потребность можно на контакт с ними выйти и заказать необходимое количество любого сорта который вас интересует ну есть разные вот сорта и огурцов в настоящее время вот разные технологии ну допустим вот показана технология в открытом бруте выращивания огурца когда тросы натягивают вот их ну на высоте роста человека вот уребителей отойдет вот и далее вот начинает формироваться урожай как он достигает шпалеры в нижней части уже начинают сформироваться первые плоды их срывает через каждый день-два здесь пушковая такая зависть формирует очень много плодов ну видите небольшие огурочки такие вот вообще надо иметь ввиду что вертикально выращивание допустим растений оно позволяет получить в два-три а иногда и более раз больше плодов в это выращивание на почве это более эффективное использование земли особенно при ограниченных размерах но кроме того при вертикальном выращивании конечно предпочтение следует отдавать рассаду на способ выращивать то есть вы должны за 20-25 дней в посадке растений вырастить эту рассаду в гаджуськах диаметром около 10 см торфоперегной можно любой субстрат или грунт или почву использовать семена высеваются увлажняются накрываются пленкой сходы появляются накрываются сверху под каркас и поливается в планере необходимости 2-3 подкормки из агитации и через 25 дней уже высаживаем и где-то на 40-й день от появления сходов уже появляются первые плоды уже когда мы уже через 25 дней высаживаем недели через 3 уже начинает формироваться первые плоды то есть вот эффективная технология врача огурцов но также и томаты тоже на шпалере можно вот видите здесь они так вот показано как это все выглядит в промышленном состоянии ну и есть форма плодов имеющая гладкую форму есть шершавые такие бородавчатые вот ну вот гибрид защищен грунт и вот кураж он наиболее распространенный в настоящее время пользуется большим спросом ну видите у него довольно привлекательный внешний вид но универсально используем как салатный но может использоваться как и соф который для консервирования теплицы современные ну здесь вот показаны гектары блочных теплиц видно что это размер где-то около 6 обычно 6,4 метра вот стандартный размер от одного до второго высота где-то около 4 метров на теплице видно полигональная немножко форма на блочной теплице внутри обеспечивается необходимый режим температуры вот чем ценные блочные теплицы то они где-то раза в полтора меньше расходуют в энергии нежели ангарные теплицы вот но внутри видно что там имеется освещение здесь видно что скорее всего это пластиковые теплицы вот они имеют внутри воздушные полости ну сейчас модно пластик всякий вот делают всякие веранды и так далее но это прозрачный такой пластик вот он долговечный и эффективный но не обязательно пластик можно и обычную куленку использовать вот формирование плодов уже на дереве видите как оно когда начинается формирование это это фирма гаммыш и вот гибриды ну вот показаны семенники то есть вот свои семена можно получить но надо иметь ввиду что семена семена они характеризуются у гибридов они прежде всего цены гибриды первого поколения если вы сада выращиваете то конечно можно использовать семена из семенников а гибриды первого поколения вот если мы получим из них семенные растения то они дадут во втором поколении расщепление и только там часть растений будут гибридных а остальные в общем-то год повторять исходные в родительские формы поэтому есть специальная технология семеновоза которая позволяет получать гибриды первого поколения вот ну вот гладкие формы плодов огурца показаны альберони гибрид селекции фирмы гавыш аббат аббат там и бонсина то есть все на любой цвет и вкус и формы и окрас там вот можете выбирать и выращивать вот обычно где-то полтора растения или два растения на один метр квадратный берется расчеты ну полтора два семени на метр квадратный получается и соответственно схемы посадки формируются вот такие чтобы обеспечить эту плодность на гектаре 20 тысяч растений но требуется еще что требуется конечно опыление если это пчелопыляемое но чаще всего вот эти гибриды которые здесь в гладке это партенохальпические они не требуют опыления а есть пчелопыляемые но пчелопыляемые они более урожайные и более раньше формируют урожай но требует вот обязательно пчел а пчелы они в теплицах не очень работают в настоящее время в технологии использовано предусмотрено использование шмелей вот шмелей они одна семья работает на 4 тысячи ну на полгектара почти 4 тысячи квадратных метров производит опыление они работают при широком диапазоне температур а пчелы они при температуре допустим там и высокой температуре ниже 12 там и допустим высокой влажности они не очень как бы способны к вылету и соответственно создают определенные трудности в технологиях использования защищенного гибриды ну далее что здесь вот эти патанокорпички гибриды пчелы пылями гибриды показаны можете это все посмотреть самостоятельно вот гибриды томата вот томат он ну в отличие огурца он как бы содержит каротин вот поэтому весьма полезный для здоровья норма медицинская составляет около 25 килограмм причем 15 килограмм мы должны потреблять защищенного гонка вообще надо сказать что человек его здоровье значительно зависит и вот его продолжительность жизни зависит от количества потребляемых плодов и овощей то есть единственное из продуктов питания которые мы не подвергаем террорической обработке больше части хотя часть конечно подвергаем и добавляются плоды и овощи ну установлено что вот в некоторых странах в частности в Пакистане потом в Китае некоторый район есть у нас в Абхазии Аджарии там и в Сибири но те люди которые живут больше 100 лет они в основном в Японии потребляют в большом количестве плоды и овощи то есть если бы вы перешли бы на плоды и овощи конечно бы вы жили наверное не меньше но конечно же если взять стоимость овощей настоящего времени ну допустим я вчера был магнит у них так более-менее дешевый там относительно но все же все равно огурец там стоит около 100 рублей это очень дорого или томат тоже самое но томат еще там есть по 50 рублей но ежедневно надо потреблять а вот купить это уже на клад конечно если бы уровень жизни был у нас бы немножко повыше мы бы и жили бы подольше то есть это напрямую все связано ну а чтобы самому как бы решить эту проблему нужно вот иметь теплицу для этого нужно вам использовать можно в принципе древесину использовать то есть сделать теплицу ее полигональной то есть вот как бы как конструктор понимаете то есть вы раскладываете на почве эти вот дощечки стандартного размера потом их соединяете закрепляете и собираете весь конструктор вот есть по проекту вот голландская голландская и финская фирма которая поставляет профили вот они клееные спанира но вы тоже самое можете в принципе ничего здесь сложного необязательные спанира можно любой материал но только его нужно антисептиком обработать чтобы он не в нем потому что если не грибок разовьется то быстро конструкция она будет выстроена вот и пленочкой накроете после этого весь ваш собранный конструктор и вам он прослужит может быть лет 15-20 и больше вот об этом можно подробно в интернете найти в теплице в домашних условиях это все можно найти что касается сортов плодовых овощных культур то можете зайти тоже на сайт научно-сельское судно-плодоводство там все сорта которые в настоящее время в Российской Федерации по всем плодовым культурам выращиваются вот они на этом сайте есть если какой-то вас сорт интересует вы можете его либо заказать через интернет-магазин либо поехать там закупить посадочный материал либо заказать здесь питомки и у вас есть свои питомки которые можете доехать и приобрести то же самое по овощным культурам это я уже говорил так ну вот они разные вот алькасар гибрид очень урожайный до 35 килограмм может давать еще в грунте видите но он выращивается это неограниченного роста растения в эндотерминатной эндотерминатной форме они отличаются тем что он устойчив вирусу табачной мазанки веки целиозу плата с полиозу там и ряда других заболеваний формирует ранний урожай вот после 9-го листа это очень ценно но через 3 листа вот есть гибриды которые замедленного созревания так называемых гена нор допустим есть вот сорт габри фирма габриш новогодняя которая позволяет получать плоды допустим в ноябре а реализовывать их где-то в феврале там марте то есть вот за счет того что это ген замедленного созревания вы его сорвали он у вас на месяц там два прибежит и дальше его реализовывать очень много гибридов сейчас на любой вкус сколько там еще так ну дальше я хотел бы еще показать ну вот есть интересная форма видите гибриды вот эксклюзивный имитатор вот здесь вот видите название интересного пиццерид такой формы вот то же самое это бедуин форма очень оригинальная такая кемишна вот ну и верливовка это гибрид распространенный у нас он долго выращивался здесь тепличный кабинет Харьбуржий он себя хорошо зарекомендовал терминатный наколец зеленые культуры вот укроп культура которая в общем-то нетребовательная она конечно холодостойкая но заморозки она не выносит требует в общем-то выращивать где-то температура 15-18 градусов урожайная вот ее можно высевать каждый месяц и получать полтора два килограмма сквадратного метра вот этого зелени вот ну разные сорта укроп вот видите базилия тоже теплолюбивая культура она как пряность используется вот мясным блюдом ароматическое такое кавказской кухне сегерей листовой но ценно очень потому что он позволяет выводить из организма соли холдостойкой культуры ее выращивают обычно рассады хоть листовой хоть сегерей корневой вот семена очень мелкие и получить их вот сход если просто так сег посетить никогда не получите значит нужно его высевать вот на поверхность увлажненного грунта накрывать его пленочкой и он потом формируется такая пушонка из-за листочков вот все деревья и в фазе вот там первых настоящих листьев он начинает распикировать и где-то через 80 дней после по 90 дней там начинает соревноваться листовой парад а дальше уже корневого сельдерей там еще месяца два надо доращивать вот очень ценно ну профессор таракама герман кто его хорошо знает он говорил так чтобы бегать побыстрее нужно кушать сельдерей отложения солей не будет и таким вот образом вы можете продлить свою жизнь петрушка листовая тоже семейство сельдерида полезная иммунная система все они влияют на иммунитет потому что мы употребляем свежий вид это витамины группы В вообще надо сказать что витамины нужно потреблять только из живых овощей и синтетические витамины в аптеке они вредны для здоровья и последние исследования показали что продолжительность жизни человек сокращается с потреблением используя витаминов синтетических поэтому вы обратите внимание на этот факт ну и конечно же вот плоды допустим бывают часто красивые очень в магазинах продают но они часто обработаны веществом допустим яблоки дефидилом обрабатывают он как своего рода консервант но если в теплую воду положить такая пленочка босинист образуется нужно ее оттирать оттирать что довольно блинно но иногда еще обрабатывают не воск воск дорогая вещь а вот парафином а парафин он все-таки канцероген поэтому свечку обычно подносит яблоко если образуется как бы такой налет темный то и признак обработан парафин поэтому лучше всего конечно свои есть другие культуры рукола кресла горчица листовая все очень ценные салат качанный полу качанный вот видите окрасная куча очень красивая форма перец сладкий красный может быть зеленый оранжевый очень полезный баклажан вы все это можете посмотреть на этом сайте там он у вас останется презентации все будут выложены условно ну и они могут картиночки посмотреть там очень много информации такой визуальной если какие-то вопросы возникнут можете обращаться связываться на сайт выходить агрофак и соответственно сайт агрофак и так далее все подскажем какие ну есть какие журналы провисательное хозяйство в разном формате есть есть школа грибоводца кто хочет грибами тоже овощная культура вот вешенка там шапиен или какие-то грибы и овощи овощи так и вот тепличное овощеводство фирмы гаврош упускать журнал есть мир теплиц есть просто овощи есть журнал садоводство есть плодоводство и так далее ну и масса литературы вы можете тоже в интернет сайтах книга книга по почте найти вот в разных издательствах литературу по плодоводству овощеводству и таким вот образом свои знания повысить и есть какие-то более тонкие вопросы возникнут то обращаться к специалистам но в общем-то человек любой человек может постигнуть и тот кто контактирует с растениями он конечно как даже есть такая мысль что растение является праведником связи с Богом то есть талант человека его интуиция прямой зависит если он начинает контактировать с растением любит растение тогда природа его тоже обладает и вот 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 основные моменты вкратце спасибо большое Михаил Иванович можно несколько вопросов вы уже в своем рассказе уже рассказали о том что в Олимпусском области есть плодовощные питомники где можно брать саженцы семена вопрос такой как определить качество саженца и так же семян скажем на что обращать внимание невозможно это сделать обычным плестианином либо даже просто человек который свой семена когда вы их приобретаете то на них обязательно есть сертификат на посадочный материал и на семена то есть вы должны попросить сертификат где указаны стандартные требования к схожеству размер какой-то а так проверить если схожесть семян то достаточно их увлажнить и во влажном месте они в течение недели но только не в воде чтобы они лежали а вот во влажном среде но обычно чашки петли для этого используют а вы просто можете ткань какую-то увлажненную в теплом месте при температуре 21-23 градусов рябой 7 сходит в течение недели и по количеству зашедших семян от того количества которое у вас было замочено вы определите процент схожести но у вас он должен быть где-то не менее 90% а саженца стандартная но у них должна быть хорошая корневая система сейчас правда выращивают закрытая корневая система но закрытая она чем цена что растение в любое время даже в любое любое условие можно высаживать оно не полит то есть вы не вытаскиваете это из контейнера сразу его высаживаете поливаете и в любое время дня и в любое время будет то есть зимой это в комнате конечно а летом ну май июнь ради бога ну конечно не слишком поздно высаживать особенно те культуры более которые требовательны а холдостой культура их можно в любое время высаживать даже есть зимняя посадка но это больше касается таких крупномерных растений в любое время в магазине мы очень часто видим яблоки новозеландские китайские часто бывают яблоки и груши российские бывают но редковато но не везде Как выстоять конкуренция с продукцией, которая бывает очень далека, но при этом она лежит на полках нашей российской и арбузской продукции именно в яблоках? В чем причина? Для того, чтобы иметь свою продукцию, нужно либо самому выращивать, либо государство должно взять на себя функцию поддержки отечественного производителя. То есть для этого все страны мира направляют развитие своего сельского хозяйства, чтобы иметь сельскохозяйственную безопасность. Потому что мир очень сложный, политизированный. Малейший конфликт, границу закроют, и мы тогда что будем кушать? Конечно же, на картофель на один, на серый. Поэтому надо свои выращивать и овощи. Ну а так вообще, после вступления в ИДО, граница не открыта, какие-то ограничения запрещены. Единственный путь, это равных условиях все ставить. Но при этом для своего производителя можно датировать, может быть, стоимость и нагоносителей доступны. Я могу привести такой пример, что, конечно, не совсем удачно. Но в советское время тарифы на тепло для теплического координата были в шесть раз меньше, нежели для промышленности. Но в то время вы знаете, что был тариф, ну вы не знаете, конечно, но я знаю, что тариф был общепромышленный. 19 рублей 30 копеек геккалорий. Сейчас она геккалория стоит уже порядка полутора-двух тысяч разных видов предприятий. Вот это, конечно, приводит к тому, что цены моментально подскочили. Если цена продажи овощей, допустим, из шленого роста ниже 70 рублей за килограмм, то уже на нет летать исходит. Поэтому и цены от этого определяются. Государство должно на это обратить внимание, потому что это здоровье нации, рождаемость ее. Понимаете, долголетие народа. Если мы больше обратим внимание на питание, нам меньше потребуется денег на лечение. Здоровый человек, в больницу он не пойдет. Вот как бы глобальный такой вопрос. Но если, если как-то из страны, патриотизм и все остальное, то есть на полке магазина, мы видим, что бежат яблоки из Китая, скажем, либо Новая Зеландия, яблоки из Кашинского края. Какие лучшие, какие в яблоке болезненькие купить, а тем лучше. Ну, у нас, вы понимаете, вот если взять российское производство, оно по качеству, конечно, отвечает тем требованиям и нормам, которые приняты в нашей стране. В Китае у них совсем другие нормы. Они могут применять препараты, которые, в общем-то, запрещены для использования в нашей стране. Они могут быть вредны для населения. Но все определяет, понимаете, экономика. И поэтому везут сюда все подряд. Поэтому я бы лично предпочел, конечно, краснодарские яблоки. Ну, а так вообще население выбирает обычно то, что дешевле. Вот в этом все проблемы. Нужно спонсировать отечественные производители, чтобы наша продукция, она была не только там названием, что это краснодарские, но и цена у нее была, соответственно, еще что-то. Вот, чтобы стимулировать. А есть ли в Оренбургской области плодовые сады, такие промышленные масштабы, ну, около промышленных, посадки клубники, мы видели у вас на кадрах, очень красивые посадки клубники, есть ли подобные в Оренбургской области? Или же не развита у нас? Ну, вы знаете, опять, как, здесь все определяется финансовыми средствами. Потому что один гектар клубники стоит где-то один миллион рублей. Ну, я знаю, что вот совхоз весель, сейчас оно там, это открытое акционерное общество, они вот, там, кошки, механки, если что, они скупали посадочный материал, вот там, на несколько гектаров земляники, и сейчас, в общем, начинает расширять это производство. Вот, то есть это рентабельное, в общем, производство. А так вообще рынок, он ненасыщен. Если у вас, вот, появится такая, как бы, такое желание, то вы вполне можете себя реализовать в этом направлении, вот. То есть есть, конечно. Но плоды, плодовый, вот, промышленный сад, у нас только агрофирма «Иволга», но, оно, как бы, у них такая еще в зачаточном состоянии, вот, сказать, что там, что-то они, большое производство было этого мало. Ну, что, большие промышленные сады, это, вот, где-то около тысячи гектаров, там, ну, хотя бы 500. Вот. А агрофирма «Иволга», ну, там, гектар на 50, у них, в общей сложности. Вопрос плана прикладного для уже наших зрителей, которые сейчас учатся в 5-м, 10-м классе, но при этом у них большая активность, они хотят что-то делать. Насколько сложно создать свое, пускай, малое хозяйство для вращения, тоже клубники, каких-то других, точнее, преподобных культур, и какие знания для этого требуются? Какие-то очень специальные, что-то, может, попроще, что им важно знать, на что больше внимания? Ну, надо знать биологию растить, вот, где достать посадочный материал, как его размножить, и как подешевле удешеветь производство. Для того, чтобы выращивать, там, землянику, клубнику, в общем-то, не надо строить теплицы большие, а использовать какие-то временные пленочные укрытия. То есть, тонального типа, вы тушками металлическими их закрепляете, потом накрываете пленочкой, и у вас, в общем-то, не надо эту громадную теплицу. Ну, квадратный метр пленки по оптовой цене, он обычно в два-три раза дешевле, нежели в рулонах, когда он, нежели метраж, который продают на рынке. И поэтому у вас, в общем-то, может, там, ну, на гектар, вы, вполне реально, каждый в сельской местности, может насилие. Для района, да, я думаю, что гектар 15 нужно обязательно землянику, чтобы население могло бы, как бы, попробовать. А на какие культуры вы обратили особое внимание, к чему спрашиваю? Потому что, скажем, вот, буквально, недавно был на рынке, ну, вхожу на рынок, но не всегда, бывает, что у нас закупается, а у нас человек лучше, там, не знает. Картошка стоит 10 рублей буквально, я думаю, что у других, это, смолос-машин, у других отделчиков 15. Ну, а к чему? В прошлом году она стоила 40 рублей за килограмм. Горожай, то есть, ради семь в четыре раза. Я думаю, что это, во-первых, угрожай был лучше, а у вторых, наверное, многие начали брать картошку, увидели, что она стоит дороже, чем бананы. В связи, естественно, основа стала стоить дешевле. Вот такая нестабильность есть, то, что люди бросаются в этой войне, как-то в другой, в том числе. А какие культуры, может, они имеют постоянный дефицит на рынке, постоянный спрос, что-то у вас капуста, что-то другое, морковь. Какая культура еще не так уж постоянная, и которая, по идее, пользуется спросом все равно? Ну, во-первых, требуется больше тех культур, которые человек потребляет каждый день. Вот это первый принцип. Второй, значит, предпочтение следует отдавать тем культурам, которые менее энергозатратны. Вот среди овощных, это, конечно же, зеленые культуры. Допустим, укроп, лук, редис. Вот эти культуры можно по 7, по 9, по 11 оборотов давать за куплые годы. За счет этого они более летают. Выгоночная культура, то есть получение зеленого пера из лука, допустим, в зимний период. Или цикорный салат, богомей, ткачанчики, вот как импортный плод. А он может у нас давать плоды в любых, значит, условиях, но только за счетом. Причем и след даже не требуется. Ну, далее, конечно, все ягодники. Сейчас, оказывается, широким спросом пользуются смородами. Я вообще удивился. У нас как-то все уже от нее почти отказались. И, оказывается, есть комбайны. Комбайны убирают за час, буквально где-то пол гектара убирают смородины. Но интенсивные сады и выращивают, в общем, сорта специально приспособленные для машинной водки. Но ровно три года. Обычно сморода там 10-19 лет, ну, может, 15 лет там вращивают. А нет, они три года и потом новая плантация. Ну, чтобы более интенсивно использовать. И, оказывается, вот это вот суфле, вот такой сублимированный продукт там вот из смородины, он используется вот при приготовлении там вот как красителей там, в том числе ароматизатора, да, плюс еще сухое. Это не только поесть. Да, его, как это, для производения вот таких композитов, так сказать, соки, не только чтобы яблочный, но и яблочный смородин. Он является витамизированным. У него больше витамина С, он более полезен. И, конечно, человек получит больше для своего здоровья, нежели он просто яблочный сосудик или грушевый. Ну, чтобы каждый продукт что-то дополняет, у каждого своими крыльями. Но должно быть все натуральное, вот тогда будет польза. Вот основные культуры, как бы такие. А вообще выращивать все можно. Даже те, которые растут на юге. Но нужна соответствующая технология. Нужно укрывать, допустим, можно и медали, можно и инжир выращивать. Можно выращивать и фисташку, и хурму можно выращивать. Вот это накрывать все надо. Сделать соответствующие утепления и так далее. А в открытом грунте, конечно, традиционная культура только для нашей области. Потому что у нас климат суровый. Зимой может и минус 42 будет. Вот. Поэтому это необходимо учиться. Знания, труд, это... Да, вот и знания необходимы. Биологию надо знать. Климатические особенности. Технологию. Вот. И стремление. Желание надо. Цель. Потому что только тот достигает, кто настойчивый. Если человек отступает после первой, как говорится, то из него ничего не получится. Понимаете? Человек должен трудности преодолевать, но при этом, конечно, рационально, разумно, на знаниях. Они просто, как говорится, одно и то же повторяют несколько другого. Миктор Иванович, вот заключительный вопрос уже. Мы немножко загружаемся. У нас сегодняшнее предприятие в более вжатном формате. Все есть конференция, которая проводится в нашем университете и бизнес-школы. Вопрос такой. О том, что получился в Мичуре. В Римурском Гао, если туда придется учиться к нам на агрономический факультет, он сможет сфокусироваться на плодовозстве, овощеводстве или же вот эти знания не получит? Такой немножко провокационный вопрос. Нет. Во-первых, знания аграрного университета, оно вполне достаточно для того, чтобы человек, если он трудолюбивый, из него получился такой же, как Лютер Бирбанк или Иван Владимирович Мичуре. Вот. Просто нужно соединять. Все таланты на 99% это труд. Трудолюбие человека. То есть нужно читать, учиться, прислушиваться, смотреть, как это все делается. А не говорить, что это я все знаю, я в интернет зайду и дам, в общем-то, мне вполне этого достаточно. Понимаете? Больше нужно работать головой, можно с книгой, рукой надо писать, записывать какие-то мысли. Вот. Интуиция человеку дана. Вот интуиция, как раз, это вещь, которую говорят, как частицы Бога. Ищут сейчас вот в Каладе, там, бельгисты. Вот Хиггса, частицы, они находятся в нашей голове. Вот. Если они есть, тогда, значит, они будут только трудолюбивых людей. И тогда, конечно, ничего не получится. И водилов получится. И все остальное. И наша страна тогда расцветит. Садарин. Спасибо большое, Михаил Иванович. Это довольно боевое мажор на нас. Спасибо. Спасибо зрителям. До встречи в следующем вебинаре. У нас будет в этом году последним. Но это будет 22 декабря. А следующий, пожалуйста, в следующем году. Итак, до встречи через неделю. Спасибо. 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 Спасибо.